Друзья, всем привет! Меня зовут Ира, я профессиональный визажист и здесь я снимаю полезные уроки по макияжу и рассказываю вам о косметике. Сегодня я хочу рассказать про свою самую любимую косметику на данный момент. Это те средства, которые я покупаю вновь и вновь. Это то, что я обязательно всегда положу в свою косметичку. И это топ 14 продуктов, которые я просто обожаю и готова сегодня с вами ими поделиться. Если вам интересно, то давайте начнем. Давайте начнем, конечно же, с того, что, наверное, будоражит большинство, когда мы говорим о косметичке, это тональное средство. Каждый ищет тот самый свой идеальный тон, который будет хорошо работать. И иногда его не определяет цена, его определяет именно ваши внутренние ощущения и комфорт. Сейчас я здесь нарою, у меня просто огромная косметичка. Если вам будет интересно посмотреть именно полноценное видео про всю мою косметичку, что у меня вообще здесь лежит, то напишите мне об этом в комментариях. И вот я нашла тональные средства, в которых тот самый комфорт. Комфорт именно для меня, для моей кожи. Во-первых, это BB крем бренда Airborian, который я часто показываю вам. И этот продукт мелькает в моих уроках, потому что он идеально подходит моей коже. Он классно работает. Я адепт естественного макияжа. Мне не нравится слой маски. Этот тональный крем обладает густой консистенцией, но, пожалуйста, этого не пугайтесь. Здесь это все-таки корейский продукт. И у корейских BB кремов у них есть особенность. Когда мы их выдавливаем, они кажутся очень такими плотными, густыми, кремовыми. И если я сейчас нанесу это на лицо, то случится, наверное, какая-то катастрофа. Но нет. BB кремы, несмотря на свою вот эту визуальную обманчивость, эту густоту, которая иногда у нас ассоциируется, например, с Estee Lauder Double Wear. Да, вот этот классический, плотный, матовый, густой тональный крем. С BB кремами такого не происходит, несмотря на то, что они густые, они легкие. То есть он, естественно, выравнивает. Хотя, если я хочу, я могу его наслаивать, то есть увеличивать его количество. Например, нанести еще второй тонкий слой и получить более выравнивающее покрытие. Но мне нравится именно эффект натуральной кожи. То есть естественный, как будто бы на ней ничего нет. Чтобы свежо, более ровно, но без фанатизма, без перебора. Но сейчас, когда я рассматриваю весну, лето и первую половину осени, в моей косметичке есть еще более легкий тон, чем BB крем бренда Arborian. Еще более легкий, да. Такое возможно. Это серум. Это вообще увлажняющий тональный серум. То есть это такая водичка с гранулами. Очень похожа по своему эффекту. Я сказала какой-то бренд. Это бренд Rose Ink. И вот эта штучка очень похожа на Chanel. У Chanel тоже есть вот такие гранулы. Такая легкая тонирующая сыворотка. И вот это правда с тонирующей сывороткой. То есть по эффекту на лице это вообще не ощущается, незаметно, но выравнивает. Ну как будто бы, вы знаете, чуть-чуть вам что-то сгладили каким-нибудь фильтром Perish в инстаграме. И ваша кожа стала чуть-чуть более ровной, чуть более гладкой, более свежей, как будто бы более подсвеченной. Вот это такой легкий фильтр на вашу кожу. Лишь легкий. То есть какого-то вау-эффекта, идеальная, кукольная, новая, фарфоровая, молодая кожа, такого не случится. Но я этого и не ожидала. Я понимала, как работают такие продукты. И поэтому мне эта сыворотка очень понравилась. Но есть одна особенность. У продукта достаточно светлая линейка оттенков. И мне кажется, неудивительно, у Rose достаточно светлая кожа. Кстати говоря, и может быть это обусловлено как раз-таки этим. И девушки со светлой кожей наконец-то смогут себе найти хорошие, качественные, светлые оттенки. Потому что часто для них это большая проблема. Но в общем, если вы вдруг среднего тона или вы смуглая, и вы вдруг решили взять оттеночек 0,40, который кажется, что он вроде такой натурально-телесный, на самом деле он довольно светлый, может оказаться на вашей коже. Чтобы вам было проще ориентироваться, мой оттенок 0,50. То есть именно 0,50 мне идеально подошел. Хотя, если его смотреть по руке, вот я буду показывать свочи за тест на руке, вы наверное увидите. Если смотреть его на руке, он кажется прям загорелый. Такой загорелый и даже рыжеватый как будто бы. Но на коже, на моей коже это подстроилось и выровняло тон просто идеально. Следующий продукт, третий, который я повторяю из раза в раз, это консилер бренда L'Oreal. Каждый раз, когда я рассказываю про этот консилер, мои любимые хейтеры пытаются уличить меня в том, что я делаю рекламу. Да, я делаю рекламу, но здесь реклама абсолютно бесплатная. Мне не платил бренд L'Oreal за то, чтобы я рассказывала про их консилер. Я безумно его люблю. В моей косметичке есть разные продукты и более дорогие, и более бюджетные, средний сегмент. То есть я как настоящий визажист, я пробую абсолютно все. У меня нет момента, что я только люкс или только бюджет. И то, и то обязательно я должна пробовать, чтобы иметь возможность давать качественную обратную связь своим клиентам. И вот если мы будем рассматривать премиум сегмент, то L'Oreal реально спокойно залетает в премиум сегмент как консилер, только если ему сменить упаковку. Упаковка всегда, да, она быстро трескается, она приходит в негодность, она уже не такая красивая, не такая эстетичная. Но сам продукт внутри, то есть вот у меня есть консилер Charlotte Tilbury, у меня есть консилер бренда Tom Ford, у меня есть консилер бренда Giorgio Armani. И я все равно, представляете, я все равно использую L'Oreal, и чаще всего вот я думала, сидела, какой консилер мне показать. Ведь я и тем, и тем пользуюсь. Но потом я поняла, что в моей косметичке, вот там может не оказаться Armani, но там всегда окажется L'Oreal. То есть он всегда там будет, вот этот малышок весь затертый, он всегда там будет лежать. Поэтому я подумала, что объективно и честно будет рассказывать про то, к чему моя рука тянется чаще всего. И да, это бюджетный L'Oreal. Следующее средство, которое я хочу вам показать, это тушь для бровей. Тушь для бровей я начала прославлять и нести в массы, наверное, с 17-го года. Я познакомилась впервые с этим продуктом, и моя жизнь, она просто разделилась на до и после. Я не понимала, как я могла не использовать тушь для бровей. Я не понимала, почему мало так говорят про тушь для бровей. Почему чаще используют гели, точнее гели это совсем другие продукты. Если мы говорим про гель для бровей прозрачный, то он больше для фиксации и для укладки волоса. И я не понимала, почему такой пробел, почему никто не говорит про тушь для бровей. Тушь для бровей это практически то же самое, что тушь для ресниц, но это для бровей. Она обволакивает волосинки, то есть волос брови, наполняет его, уплотняет. Это идеально подходит, если у вас редкие волосы, но вы хотите сделать их более заметными, более как будто бы здоровыми и густыми. Если вы хотите подчеркнуть свои брови цветом, то это средство, оно также идеально подходит. Если вы хотите добавить фактуры, если вы хотите, чтобы ваши брови с макияжем бровей и выглядели реалистично, красиво, натурально, но при этом оформлено, без перебора, то вам всем нужна тушь для бровей. Для сегодняшнего видео я как раз таки использовала исключительно только тушь. То есть я не использовала ни карандаш, ни гель для бровей, я просто взяла тушь бренда Романова Майкап, которую я сейчас держу в руках и которую хочу вам посоветовать как потрясающий продукт, который я часто покупаю, хотя я, кстати, не часто о ней рассказывала. Чаще я упоминала тушь Ифраше, и вот это две мои любимые, Романова Майкап и Ифраше. Я люблю достаточно жидкие туши, я не люблю, когда они как паста или такие слишком гелевые, скользкие. Мне нравятся более жидкие варианты, которые засыхают и прям вот такими сухими становятся, их не видно, они не дают никакую пленку, они просто подкрашивают волосок и уплотняют его. Если ваши полоски светлые, практически беленькие, полупрозрачные, как пушок или среднего тона, слегка лишь подчеркнутые, что-то похожее, вот как у меня как раз таки, то тушь для бровей станет для вас необходимой находкой, которая упростит ваш макияж и сделает его еще лучше. Теперь затронем макияж глаз. Здесь я выделила несколько продуктов, которые всегда есть в моей косметичке, это любимые средства на данный момент, если я хочу подчеркнуть глаза. Но одно я хочу выделить особенно, это конечно же тушь, именно с нее я начну, потому что тушь это то, что делает наш взгляд. Можно обойтись без карандаша, можно обойтись без теней, если вы хотите подчеркнуть глаза, но без ресниц обойтись будет сложно, потому что именно ресницы открывают взгляд и делают ваши глаза более заметными на лице. В моем случае это тушь бренда L'Oreal Paradise, и я знаю, что эту тушь очень многие ненавидят, хотя другая половина эту тушь просто обожает. Я туши бренда L'Oreal обожаю, мне правда подходят их формулы. Мне кажется, я могу вслепую купить, и если это будет тушь бренда L'Oreal, она мне хорошо подойдет. Я не знаю, в чем магия, но вот их мне идеально подходит. И они дают на мне хороший эффект, хотя я хочу здесь сказать, что я не являюсь обладателем самых идеальных ресниц. Вообще мои ресницы, вот сейчас то, что вы видите, это просто сказка для моих глаз, потому что обычно мои ресницы короткие, они светлые, точно такие же светлые, как мои брови. Они короткие, и они прямые, а практически даже, я бы сказала, смотрящие вниз, то есть они вот туда, вниз стремятся. Короче, когда раздавали ресницы, я была где-то в другом месте, наверняка. Но есть выход, и это не наращивание ресниц, потому что наращивание мне не сильно нравится. Это использовать продукты, которые будут ускорять рост ресниц, и которые будут их делать более качественными, более красивыми, более плотными, более сильными, здоровыми. Это сыворотка бренда X-Lash. Наверняка вы про нее уже слышали. X-Lash это супер популярная марка, которая выпускает просто невероятные средства для бровей и ресниц, которые реально работают. Она по-настоящему, одна из немногих, вот среди тех, что я пробовала, дает эффективный результат уже через 3-4 недели использования. Каждый день перед сном вечером вы наносите эту сыворотку, здесь суперудобная щеточка, которая, ну, даже кисточка, которой вы проходитесь по корням верхних ресниц и идете ложитесь спать. Делаете этот ритуал, эту процедуру каждый вечер перед сном, и через 4 недели вы в прямом смысле слова не узнаете свои ресницы. Полный курс использования сыворотки 3 месяца, то есть в течение 3 месяцев вы каждый день перед сном используете сыворотку X-Lash, а потом вы уже можете переходить на так называемую поддерживающую терапию. То есть вы будете использовать уже не каждый день, а несколько раз в неделю для того, чтобы поддерживать тот результат, которого вам удалось достигнуть. И абсолютный хит в том, что данная сыворотка протестирована офтальмологами, дерматологами, она безопасная по составу, подходит даже для чувствительных глаз, не имеет побочных эффектов, и самое главное, она не содержит гормонов. Для меня это был очень важный фактор, потому что большинство продуктов, которые делают ресницы длинными, содержат гормональные компоненты. И у нас с вами на эту сыворотку будет промокод Lashes30, который дает скидку на официальном сайте 15%, и эта скидка будет суммироваться с имеющимися скидками, то есть если на сайте уже стоит скидка 15%, применяйте промокод и получайте скидку 30%, это очень выгодно. И также масло для кутикулы в подарок в каждый заказ. Возвращаемся к макияжу глаз. Здесь я рассказала вам про тушь L'Oreal, которая теперь еще круче работает после того, как я отращивала ресницы с сывороткой Xlash. И дальше, что еще, конечно же, я люблю в макияже глаз, это бессменно, бесспорно мой самый лучший, самый любимый карандаш бренда Oak Beauty, именно в оттенке Lune. Темный цвет, выразительный цвет, но он не черный. Я говорила, что черные карандаши, это мало кого красит, часто это делает грубее, и даже если у вас яркая внешность, то вот лучше брать что-то около черного. Вот этот карандаш, он близкий, хоть это и не самый-самый темный оттенок коричневого, невероятный оттенок, который подчеркивает и линию роста ресниц. И стрелки можно нарисовать этим карандашом, что как раз-таки я сегодня и сделала. Это гелевый плотный стойкий карандаш, его не обязательно фиксировать тенями. Я думаю, что даже по внешнему виду, посмотрите, какой маленький остался, видно. Я правда его люблю. Это мой самый ходовой, самый популярный карандаш для глаз, к которому у меня чаще всего тянется рука. И я его использую не только на себе, в том числе именно эти карандаши я часто покупаю в свою работу. Отличное качество, они стойкие, хорошо носятся. Единственный нюанс, если вы используете гелевый каял карандаши, то, конечно же, важно понимать, что смыть просто гелем или пенкой его не получится. Лучше использовать средство, которое хорошо будет смывать, растворять стойкую косметику, например, двухфазная жидкость для снятия макияжа. Следующее средство, а точнее это палетка для макияжа глаз, которая является, наверное, моей самой любимой, самой распространенной. Я не так часто делаю какие-то очень темные макияжи глаз, и мне больше нравится естественность. Опять же, я сторонница более натуральных, более легких, более воздушных, такие, знаете, роскошных, дорогих образов, которые не меняют сильно суть, но подчеркивают все самое лучшее в вашей внешности. И вот эта палетка, она как раз-таки для таких легких образов, когда нужно подчеркнуть свое лицо, свои глаза, свою внешность, но не перетрудиться, не перестараться. Это палетка бренда Charlotte Tilbury, Pillow Talk. Вообще, я обожаю тени бренда Charlotte Tilbury, и у меня их огромное количество. Но вот если выделять какую-то одну, и она как раз-таки для меня является больше повседневной, то есть, конечно, вечерний макияж, полноценный вечерний макияж ей не сделать. Если вы находитесь в поисках классики, которая будет актуальна еще очень долгое время, и именно классики для естественных повседневных образов, то присмотритесь к Pillow Talk, потому что она будет актуальна... Она будет актуальна. Следующая моя любимая косметика – это румяна бренда Rose Ink. Здесь важно сказать, что это кремовая румяна, и на меня это вообще не похоже. То есть, для меня это нетипично. Как правило, я отдаю предпочтение более сухим, пудровым формулам. И я являюсь истинным фанатом румян. У меня их много разных. И если нужно было бы скупать только одно что-то, да, среди косметики, то, наверное, это были бы румяна. Я не представляю своей жизни, своего макияжа без румянца. Мне нравится эффект здорового такого цвета лица. И когда у меня не получается этого достичь естественными путями, то, конечно, в ход идут румяна. Когда вы не выспались, это отличный антистресс для вашего лица. Я уже миллион раз говорила о том, что всем нужно купить румяна. Это просто обязательный продукт. И вот здесь кремовый румяна бренда Роузи впечатлили меня настолько, что я отодвинула все свои румяна, которыми пользовалась долгое время. И почему это странно? Потому что я вообще не фанат кремовых формул, потому что на моей коже жирной это не так хорошо смотрится спустя время. Или дает какой-то красивый эффект, но через час, через два уже ускользает. Поэтому румяна кремовые себе я покупаю редко, практически не покупаю совсем. Но тут из-за того, что я так вдохновилась этой тональной сывороткой, я решила попробовать что-то еще. Меня еще очень привлек дизайн этих упаковок. Они такие минималистичные, стильные, но при этом современные. Вот есть в них что-то такое новое, как будто бы. И эти румяна, это прям попадание с первого раза в самое сердце. И они там остались. Это надолго, это любовь надолго. Если я влюбляюсь в какой-то продукт, вы понимаете, да? То есть это прям, это серьезно. От меня потом не денешься никуда. И эти румяна не стали исключением. Несмотря на то, что они кремовые, хотя я даже бы сказала, что они не кремовые или жидкие, они муссовые. Они похожи на какое-то густое суфле. У них такая уникальная консистенция. И если меня спросят, а есть какой-то аналог? Нет. Для меня аналогов нет. Вот из того, что я пробовала, а пробовала я много, вот эти, опять же, они какие-то инновационные. Даже с точки зрения самой подачи, самой формулы, самой текстуры, оттенок, оттенок камелия, это идеальный цвет моего реального румянца. Так освежает лицо. Он так естественно, так аккуратно, так натурально смотрится, ненавязчиво. Как будто бы, правда, на лице нет ничего. И это просто проступает мой собственный румянец. Вау. А за коррекцию лица в моей косметичке отвечает снова старая добрая Шарлотта. Шарлот Тилбери создала палетку, бренд создал такую красивую палетку для коррекции, которая включает в себя контур или бронзирующая пудра. Моя палетка в оттенке light to medium. Здесь есть также сливочный оттенок шампанского. И это хайлайтер, который подсвечивает кожу. Но он не очень явный. То есть он в лучших традициях люкса, только легкая подсветка, только мягкое деликатное свечение. Мне такое нравится. Я вообще как-то в последнее время, вы, наверное, заметили, что я не так часто использую хайлайтеры на своем лице. И, наверное, это все-таки связано с тем, что мне кажется, хайлайтер отступает. И вот я как-то им присытилась. У нас был период в макияже, когда мы часто использовали хайлайтеры. Сейчас, на мой взгляд, хайлайтер уже не так уместен. И иногда, чтобы получить нечто среднее, я могу хайлайтер смешивать прямо с бронзирующей пудрой и получать такой красивый холеный светящийся эффект. Либо я могу просто взять сияющие румяна, если я хочу подсветки, но я не хочу при этом использовать хайлайтер. И этот хайлайтер у меня не так быстро расходуется по этой причине. Но бронзирующая пудра всегда стирается в ноль. Красиво смотрится на коже, причем хорошо будет смотреться и на светлой коже, и на коже среднего тона. Если у вас смуглая темная кожа, то тогда лучше брать оттенок потемнее. То есть эта палетка, она есть еще в другой, более темной версии. Это прям топ. Теперь пудра. С пудрами я капризная. Мне не каждая пудра понравится. У меня прям вот пунктик. Если пудра заметна, все, я не могу, я не буду никак, да какой бы она хорошей, матирующей не была, как бы она не выравнивала цвет кожи, я не буду ее использовать. Для меня важно, чтобы пудра не ощущалась, не лежала каким-то плотным, знаете, пластом на лице. И вот когда видно вот это вот припудренная кожа, для меня это прям страх. Страх какой-то в макияже получить такой эффект на себе или на своих клиентах. Поэтому к выбору пудры я всегда подхожу очень тщательно. Я свою идеальную пудру нашла у бренда Rouge Bunny Rouge. Мне нравится эстетика бренда Rouge Bunny Rouge. У них всегда продуманные, красивые, изящные упаковки. И их косметику очень приятно дарить. Про эту пудру я, кстати, писала в своем телеграм-канале. Она шикарная. Она делается в Италии. А итальянцы знают толк в сухих пудрах. Они умеют их делать. У нее есть еще какой-то ненавязчивый легкий аромат. И это очень приятно. У Rouge Bunny Rouge есть такой подход. Их продукты, их косметика часто чем-то пахнут. Но это не вот в нос бьет, а лишь тонкий-тонкий шлейф, который едва уловим. Пудра, что она делает? И так много говорю о том, как это хорошо и красиво. Пудра выравнивает цвет кожи. То есть, такую пудру от бренда Rouge Bunny Rouge можно использовать и с тоном, и с тональным кремом, например, с тональной сывороткой и без. То есть, можно наносить просто на голое чистое лицо, если вы хотите заматировать и чуть-чуть подвыровнять цвет. Она хорошо сглаживает рельеф лица. То есть, лицо становится более ровное и более гладкое. Она матирует и она фиксирует. Но матирует она умеренно. Здоровая кожа, это не равно вот эта вот матовая, сухая, вся съеженная. Здоровая кожа, она умеренно матовая. И вот эта пудра бренда Rouge Bunny Rouge именно такой эффект дает, поэтому я ее очень сильно люблю. И это вообще, наверное, самая-самая моя любимая пудра во всей коллекции пудр. Также у меня здесь в косметичке два карандаша для губ. Первый карандаш, самый, наверное, используемый в моем собственном макияже, это Miss Thais 769. Это карандаш, по сути, цвета моих губ. Он очень похож по оттенку на мои губы, повторяет их тон, им можно губы увеличивать, можно не увеличивать, смотрятся одинаково хорошо и красиво. Карандаши Miss Thais это классические деревянные карандаши, поэтому они немного сухие. То есть, если сравнивать, например, с жирными гелевыми, то эти более пудровые. И мне это нравится, я люблю пудровые карандаши на каждый день, хоть они быстрее подстираются и не дают такой плотный цвет, но за счет этого они смотрятся естественнее, что мне, конечно, импонирует. Еще один карандаш, который также всегда есть в косметичке. И опять же, доказательство, прямое доказательство, посмотрите, какие они маленькие. Все, такие огрызки, обрубки. И я вам говорила, я пока не добью, я не успокоюсь, не куплю новый. Я считаю, что так правильно. Это бренд Oak Beauty в оттенке уранья. Это уже более холодный тон, и у него плотный цвет, за счет чего он смотрится, ну, я бы сказала, более нарядно. Это не значит, что этот карандаш нельзя использовать на каждый день. Для того, чтобы даже гелевые карандаши смотрелись на каждый день, естественно, просто не давите слишком сильно на карандаш. То есть, рукой постарайтесь мягче водить. Если вы хотите губы чувственные, современные, такие трендовые, роскошные, выразительные, то вот Oak Beauty уранья в лилово-коричневом цвете это тот самый классный оттенок, который позволит вам сделать эти губы и при этом все равно смотреться аккуратно и натурально. То есть, не будет эффекта а-ля неудачно какие-то распухшие, раздутые губы или вот эти коричневые рты, как я их называю. И последние два продукта, 13 и 14, это средства для макияжа губ, которые идеально дополняют предыдущие карандаши. Я думала сначала положить какие-то помады, но потом я поняла, что это немножечко неверно. Если мы говорим про топ-топ, то помады, как правило, у меня лично не являются топами, потому что я не так часто их использую. Для меня топ косметика это оттеночный бальзам бренда Kika Milano. К сожалению, у меня убежал номер, я постараюсь, ну в описании под этим видео вы найдете список косметики. И вот там в списке я подпишу какой-то цвет. Цвет идеальный, если вы хотите сочные, наливные, пухлые губы, как будто бы вот, не знаю, после самой страстной ночи, или как будто бы очень долго целовались и губам приливает кровь, они такие прям вот яркие, чувственные, выразительные. Но при этом вам не хочется, чтобы на них ощущалась помада. Я люблю, опять же, более естественный натуральный эффект на своей внешности. Мне нравится, когда подчеркнуто, но не явно, но не очевидно для меня и для других людей. И вот оттеночный бальзам Kika Milano, он как раз таки дает цвет, дает мягкое увлажнение, свечение. И когда он ускользает с губ, еще и остается оттенок. То есть он со временем, ну вот это вот увлажняющее свойство, там что я не знаю, масло может быть какое-то, оно впитывается, но цвет остается. И выглядит это роскошно, вау, красиво. И ваша внешность уже будет смотреться более ухоженно. То есть знаете, можно волосы вообще не трогать, а можно хотя бы их высушить, немножко распрямить, и это уже абсолютно другой вид. Вот оттеночные бальзамы для губ, они тот же самый эффект дают, только на вашем лице. Можно ничего не делать? Можно. Но добавьте хотя бы несколько акцентов, вот таких вот простых, понятных, ленивых, и уже лицо будет смотреться по-другому. И заключительный продукт это блеск, который я как раз сейчас обновила на своих губах. Для меня блеск является наиболее главенствующим, наиболее первостепенным продуктом, даже если вот сравнивать с помадами. То есть я возьму лучше куплю себе блеск, чем куплю помаду. Мне больше нравятся увлажняющие эффекты на губах, мне нравятся, когда они подсвечены, когда они сияют. И поэтому для меня блеск и оттеночная помада это вот два самых идеальных продукта для макияжа губ. И если я буду смотреть, какой же блеск является для меня самым-самым любимым, то конечно это все-таки, все-таки. Несмотря на то, что я уже много чего попробовала после, но это до сих пор является, этим блеском является бренд Clorans. И вроде бы так кажется, блеск и блеск, да. Есть блески более бюджетные, но все-таки самый любимый, самый комфортный вот со всех характеристик. И чтобы не был липкий, и чтобы был красивый цвет, и чтобы глянец был однородный, и чтобы не было каких-то дешевых блесточек. Здесь блесточек вообще никаких нет, именно однородное красивое свечение. И вот таким самым-самым лучшим сливки, да, вот эти, которые на самом верху, для меня является Clorans. Вот этот Lip Perfector именно в оттенке 07. Он красивый, пудровый, полупрозрачный, но при этом дает вот этот розовый подтон губам, что тоже очень красиво освежает все лицо в целом. Если вы вдруг часто про них слышали, но еще никогда не пробовали, и мое видео сейчас это последняя капелька в ваш колодец, желание купить и попробовать этот блеск, то посмотрите на La Moda, я думаю, что там вы сможете найти подходящий себе оттенок. Друзья, на этой ноте я буду заканчивать. Мы подошли к концу. Это те средства, которые являются моими самыми любимыми, самыми повторяемыми. Это то, что я покупаю раз за разом. И я надеюсь, этот обзор был для вас полезен. Вы присмотритесь получше к каким-то продуктам, что-то новое о них узнаете, или наоборот, вы поняли, что какие-то средства вам не подходят, и это не то, что вы ищете. Большое спасибо вам за внимание. Обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить мои следующие видео по макияжу, косметике. И мы с вами здесь встретимся вновь. До скорой встречи. С вами была Ира. Пока.